Понимаете, как работает пропаганда? Во-первых, между нами, мы свои люди, но я в украинской журналистике даже пример такого похожего на Скобеева. Разные люди есть, были, у Медведчука некоторые работали. Но все-таки примеры такого дебиловатой тети с Волжска, она сама из Волгоградской области, я уж не знаю, понимаете, это не в провинции в нашем даже понимании, это отбитая совершенно чума такая, понимаете, деревенская, которая вылезла на экран и своим морда-ящиком что-то вещает. То есть, я просто удивлен, когда высоко оценивают, ну, да, как пропагандиста, понимаете. По мне так набитая дура в принципе, но со всеми ее репликами и так далее, при том, что может и нехорошо так высказываться, но мы же это видим, потому что все это людоедское, направлено на то, что давайте кого-нибудь убьем. Давайте вот так начнем, чтобы дети погибали, чтобы родители их погибали. Поэтому отношения вот, ну, соответственно, к таким людям. Они, понимаете, пропаганда российская, чем отличается, она должна вообще ничего не делать рядом с реальностью, с вот вещами, которые требуют, ну, здравого рассуждения, да. Ну, вот у нас не получается, значит, что-то мы должны делать там, да. А нужно все время заполошенно рассказывать про какие-то страшные, вертеть глазами страшно, да, что вот мы такое сейчас сделаем, такое. По итогу ничего не происходит, понимаете. Ничего не происходит, так сказать, все впустую. И надо вместо того, чтобы отыграть назад, как-то сказать, ну, где-то как-то мы, наверное, не тянем, да. Надо еще сильнее вращать глазами и изображать какую-то жуть прям так, чтобы всем прям до усрачки страшно было. И каждый раз, заметьте, они все это делают. Помните, когда перед самым началом войны, вот за день мы только, говорит, бровь поднимем, как вот этот дурачок толстый, бывший, значит, Соловьев, то еще они еще что-то сделают. Ну, давайте уже, наконец, дойдите до Киева, возьмите его за три дня, сделайте это. Но если вы не в состоянии это сделать, никакой другой аттестации, что и в армии вашей никакая, не то, что не вторая, но вообще говно ваша армия, равно как и вы, как пропагандисты ее, вы ее довели до этого состояния, потому что превратили ее просто манкуртов, которые не понимают, за что они воюют, не знают, зачем это все делается. А зачем вы это делаете? Вот скажу, вот в Киеве что вы хотели? Просто убить людей, как вы убивали? Поэтому и пропаганда соответствует уровню второй армии, понимаете? Вот у них миф про вторую армию, но и пропаганда такая же. Она в чем-то эффективна, когда она выигрывает, когда она не проигрывает. Они могут все объяснить, они могут выиграть, там, знаете, бравурно, как-то, грозно. Но когда они проигрывают, все выглядит смешно. Понимаете? Смешно. И когда пересматривают старые видео, это еще смешнее. Понимаете? Они раз за разом придумывают какие-то объяснения так, чтобы они были не страшные. Креслев Москва сам утонул. Значит, Украина, бандеровцы воевать не умеют. Все сдаются. Там, убивают мирное население. Ну, все вот эти выдумки, они спустя какое-то время еще смешнее выглядит на всем этом плане. Она построена на лжи. Такой лжи, которая не допускает ни слова правды. Вот это очень важно. Безусловно, конечно, Украина тоже какие-то, может, вещи замалчивать, какие-то специально даже троллить. Безусловно, и, конечно, но все равно неотменяемо то, что Россия является, в общем-то, диктатурой, тоталитарной уже диктатурой. Да, она была авторитарной, но сейчас элементы уже тоталитарные абсолютно утвердились. Остаются последние лакуны, которые еще позволяют частным свободам существовать. Они вмешиваются даже в частную жизнь, сексуальную. Что-то говорить о распространении или обмене информацией. Поэтому пропаганда государственная, она вся должна быть замешана на лжи. В ней не должно быть ни слова правды. И с этой точки зрения им очень легко в этом существовать, поскольку ты только лги и все. И больше ничего не делай. Ну, вот включите Коношенко в любой репортаж. Как бы ничего больше нет. Просто он сам постный такой. И поэтому он не производит того впечатления. А эти поэмоциональнее. И поэтому их обсуждать поинтереснее, чем Коношенко. Но, в принципе, суть та же. Суть та же. И не случайно они проигрывают информационной войне. Ну, казалось бы. У вас такая машина, вложенные миллиарды долларов. Вы же должны быть эффективнее. Ну, казалось бы. Не украинским же СМИ. Или пару очкариков-блогеров. И таких же могут они переплюнуть вас. А вот падишь ты. А ответ здесь, знаете, какой. Одни говорят, как все на самом деле. А другие гонят вот эту лажу. Вот и все. И это всегда проигрывает. Всегда. При Геббетсе тоже пропаганда проигрывала. Когда начала проигрывать страна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok